Здравствуйте, дорогие путешественники! Сегодня я хочу рассказать вам, как организовать самостоятельное путешествие по Адыгеям. Я расскажу вам это на собственном опыте. Мы недавно вернулись из Адыгея, отдыхали там вчетвером с двумя детьми. И этот вариант будет абсолютно бюджетный. И вариантов отдыха в Адыгея может быть гораздо больше. Для своего отдыха мы выбрали небольшой гостевой дом в поселке Каменомузский. Гостевой дом у Александрия просто в отделке, мил, уютен. Там очень удобно отдыхать с детьми. Из его окон открывается шикарный вид на весь поселок. Он находится у самой горы, и там такой воздух, что можно ложкой есть. Просто-напросто необыкновенно вкусный. Во дворе гостевого дома небольшие клумбы, подстриженный зеленый газон и простенькие приспособления для детских игр. Наши городские дети могли спокойно играть там весь день, не боясь попасть под какой-то транспорт или еще что-то. Дело в том, что рядом вообще ничего нет. Сзади гора, перед глазами поселок. Воснедневное пребывание в гостевом доме обошлось нам в 19200 рублей. Я считаю, что для компаний из четырех человек это очень бюджетный вариант. В шаговой доступности от гостевого дома находится одна из главных достопримечательностей поселка Хаджокская теснина. Ну и конечно, первый день мы решили провезти там. Итак, мы отправляемся в Хаджокскую теснину. В Хаджокскую теснину можно попасть через оборудованный платный вход. Где кроме красоты теснины, вас встретят небольшой зоопарк с замечательными медведями, волками и различными пернатами. Вход в теснину стоит 400 рублей для взрослых. Для детей до семи лет бесплатно, после семи лет это стоит 200 рублей. Но местные жители подсказали нам небольшую тропинку, по которой можно пройти и осмотреть красоты Хаджокской теснины бесплатно. И виды будут даже значительно интереснее, чем если вы пройдете через платный вход. Но мы воспользуемся тем и другим вариантом, потому что у нас были маленькие дети. И нам хотелось показать им медведя, которые танцуют перед детьми. Так что целый день у нас ушел на осмотр Хаджокской теснины. День второй. У нас по плану осмотр водопада Фрукбага. От гостевого дома до водопада Фрукбага примерно 40 минут ходьбы. Если вас это устраивает, то вы можете выбрать этот вариант. У нас были маленькие дети. И поэтому мы отправились туда на такси. На такси проезд это всего-навсего 200 рублей. Не так дорого. Нас довезли прямо до входа. Вход на водопады платный. Стоит он 500 рублей для взрослых. Для детей до 7 лет бесплатно. Нас пропустили так. Для детей старше 7 лет это стоит 250 рублей. С детьми вы можете осмотреть примерно 4 водопада. Дальше пройти вы не сможете, потому что это будет очень сложно для маленького ребенка. Но впечатление получите очень большое даже при осмотре этих 4 водопада. На путешествие по водопадам мы с детьми затратили примерно 3 часа. Здесь же вы можете заказать шашлык, воспользоваться обедом, купить адыгейские сладости. Но сразу скажу, шашлык оставляет желать лучшего. Ну и адыгейские сладости тоже не у наилучшего исполнения. Поэтому тут выбирайте вам. Назад опять на такси. Вообще скажу, что передвижение на такси по поселку Каменомоски это нормальное явление. Там конечно ходит автобус, но он ходит раз в час и подстроиться под него очень сложно. Поэтому приметите как данность, что если у вас нет своей машины, вы передвигаетесь на такси. Итак, путешествие на водопады рубака вылез нам примерно в 1400 рублей. Так что рассчитывайте на эту сумму. Третий день нашего путешествия мы провели в Михаила-Афонской пустыне. Михаила-Афонская пустынь это мужской монастырь, который построен в 19 веке. Территория монастыря очень красива, очень ухожена. Добраться до него можно на рейсовом автобусе Краснодар-Победа, так как монастырь находится в поселке Победа. Автобус ходит два раза в день. Но у нас были маленькие дети, как я говорила. И мы не могли подстроиться под график автобуса, потому что он идет в 11.35, а наши дети в это время спят. Поэтому мы поехали туда на такси. Такси до монастыря стоит 400 рублей. Как я уже сказала, монастырь очень красиво ухожен. На территории монастыря есть три действующих крама, которые открыты для паломников. Есть святой источник, дорога к которому идет в гору. Но она выложена плиткой, поэтому добраться до нее довольно-таки легко. В источнике вода необыкновенной вкусноты. У нас дети пили так, что просто оторваться не могли. А также от источника можно пройти на смотровую площадку, где разрешают позвонить в колокол, в колокольни. И открывается шикарный вид на все окрестности, на самом монастырь и на Кавказские горы. Так что, если вы туда поедете, вы не пожалеете. Проголка по монастырю, но также затратили мы на нее три часа. Рассчитывайте на то, чтобы спокойно походить, посмотреть. Это три часа. Назад тоже на такси. Так что вот этот день обошелся нам в 800 рублей. День 4 номиновался поездкой на Лаганаки и в Адзишскую пещеру. Туда добраться без транспорта невозможно. Поэтому мы воспользовались услугами человека, который делает сборные поездки. Под видео я вам дам его координаты. Но такие поездки организуются только по выходным, и под них нужно подстраиваться. Сама поездка стоит 500 рублей. Вход в Адзишскую пещеру 600 рублей. Но вы не пожалеете. Вам открываются необыкновенные виды Платона Лаганаки. А в Адзишской пещере вы увидите необыкновенные сталактиты и сталакмиты. А также подышите чистым озоном. Отправляйтесь, не пожалеете. День 5. В этот день мы решили посетить необычный музей, который находится в поселке Каменомоске. Музей называется Пелобудье. Это что-то типа краеведческого музея с необыкновенной территорией. Также на территории музея есть кафе, в котором очень вкусно готовят. А еще там по территории ходят мини-пиги и выпрашивают у всех приезжающих еду. Очень такие настойчивые мини-пиги. Ну и, конечно, сам музей Беловодия. Это частный музей. Чтобы попасть туда, нужно связаться с хозяином. Ход музея стоит 150 рублей. Под видео я дам вам координаты этого человека. В музее собрано много раритетов. Ну, правда, в каком-то хаотическом таком порядке. Хозяин музея просто влюблен в свой музей. Эскурсию проводят очень интересно. Посетите, не пожалеете. День шестой нашего путешествия отноминовался также осмотром природных достопримечательностей. Мы отправились на канатную дорогу рядом со станицей Даховская. Проезд до канатной дороги с нас взяли 200 рублей. 300 рублей стоит подъем на канатной дороге. Дорога кресельная. И если вы едете с маленькими детьми, тут, конечно, нужно хорошо подумать, потому что она абсолютно открытая. Канатная дорога работает с 9.30 до 16.30 и принадлежит туристическому комплексу, который называется Графская поляна. Фон для связи я вам дам под видео. Вид оттуда открывается необыкновенность на станицу Даховскую. Также на Платон, который вы подниметесь, есть очень много развлекательных комплексов. Вы можете посетить пещеры. Вы можете дойти до скалы Чёртов Палец. До нее примерно 2 километра. Ну, в общем, природная часть, природная составляющая этой поездки будет очень красивая. Так что советую посетить, если вы не боитесь подъема по канатной дороге. Итак, 400 рублей на проезд и 300 рублей на подъем. Вот такова стоимость следующего дня нашего путешествия. Последний, седьмой день нашего путешествия мы решили расслабиться и провести его в комплексе Водная Ривьера. Это комплекс с термальными источниками, где есть 4 открытых бассейна с разной температурой воды. Отдельный бассейн создан для детей. От нашего гостевого дома он находится довольно-таки далеко. Поэтому стоимость проезда составила 400 рублей в один конец. Стоимость пребывания в Водной Ривьере абонемент на 1 час это 250 рублей со взрослого человека. Абонемент на 3 часа это 300 рублей. Абонемент на весь день 600 рублей. Территория Водной Ривьеры очень хорошо оборудована. Детям там понравилось необыкновенно. Наши резвились в бассейне, прыгали, купались. В общем, отдых доставил им большое удовольствие. Но кроме того, этот отдых может быть лечебным. Дело в том, что термальные источники содержат кремниевые воды и очень полезны для нашего организма. Могу вам также сказать, что из поселка сборные группы возят на термальные источники в понедельник, среда и пятница. Стоимость проезда в сборных группах составляет 250 рублей. Поэтому вы можете воспользоваться еще и этим вариантом пребывания в термальном источнике Водная Ривьера. Я вам желаю хорошего отдыха. Надеюсь, что наш вариант отдыха вам очень понравился. В следующий раз я вам расскажу о варианте отдыха, который можно организовать на машине.